Снова ограничения, куда можно, а куда нельзя сходить с 11 октября без QR-кода в Татарстане. Расскажем в следующем сюжете. Казанцы жалуются на очереди в торговых центрах. Скорее всего, это связано с новым постановлением правительства Татарстана. Речь идет о новых антиковидных мерах, а именно о введении QR-кодов. Бездействующего QR-кода о прививке или о перенесенном в течение последнего полугода заболевании не пустят в кафе, ресторан, столовую и даже в маленькую кофейню. Подобные ограничения с QR-кодами могут очень сильно навредить бизнесу, я бы сказал, даже убить, потому что выручки предположительно упадут до 80% у разных сверху. Именно в общепитии мы предполагаем падение до 70%. На мой взгляд, оптимальным кажется сокращение посадочных мест в два раза и возвращение к прежним требованиям, а непосредственно в полтора метра, рассадка по 4 человека, не более. Ну и, естественно, отмена банкетов, свадеб и поминных мероприятий, которые являются вообще отдельной историей в нашей сфере. Без сертификата о вакцинации против коронавируса с понедельника можно будет посетить любой продуктовый магазин, если он не находится в торговом центре. Банки, аптеки, почту, библиотеки, бани, прачечные и парикмахерские. Можно пользоваться общественным транспортом. В гостинице-отеле могут заполнить все номера лишь в том случае, если все сотрудники вакцинированы от COVID-19. Исключением является лишь справка с медицинскими противопоказаниями. В противном случае гостей можно будет заселить лишь в половину номеров. Половина посадочных мест в кино, театрах, цирке и на концертах должна быть свободна. При этом на мероприятии может находиться не более 500 человек. Также вводится режим обязательной изоляции для татарстанцев старше 65 лет, которые не вакцинированы против COVID-19 или не перенесли в течение последних шести месяцев заболевания. Люди находятся в группе риска, а пожилые люди в отношении коронавирусной инфекции, они сразу находились в группе риска. Это было известно с самого начала. Они должны были в первую очередь просто бежать для того, чтобы защитить себя. Контроль за соблюдением новых ограничений ведут сотрудники полиции и еще 12 ведомств Татарстана. Напомним, что за поделку документов о вакцинации и медицинских справах грозит административная и уголовная ответственность.